Сергей Геннадьевич, в ближайшее время доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей в Крачево-Черкесской Республике за 2015 год будет рассмотрен на сессии Народного Собрания. В связи с этим, хотелось бы задать вам ряд вопросов. И первый из них, какие основные направления деятельности за 2015 год вы могли бы выделить? Сегодня мы занимаемся сбором деловой информации. Это у нас приоритет, то есть на основе этой информации мы выстраиваем потом такую работу, которую бы могли потом предприниматели с этими проблемами не сталкиваться. Затем у нас один из приоритетов, он, наверное, самый важный в работе уполномоченного, это работа с обращениями. Если мы в 2014 году работали, к примеру, только с письменными обращениями, и предприниматели неохотно шли, чтобы именно оставлять письменные обращения, чтобы мы работали и так далее. Мы сегодня ввели и устные обращения, тоже консультации оказываем, заводим на них карточку, людям пишем ответы, то есть правомерность действия, неправомерность действия, то есть чиновников, органов исполнительной власти. Здесь предприниматели начали более открыто подходить, потому что в 2014 году мы сталкивались с такой проблемой, предприниматели не хотят обозначаться, не хотят выходить и публично кого-то критиковать. И мы решили сделать вот здесь и консультационное окно, а для особо, которое уже дело заведено в тупик, скажем так, конечно, мы здесь уже обращаемся и в судах присутствуем тоже, и третьей стороной выступаем на стороне предпринимателя. То есть и здесь вот в особо важных делах, здесь, конечно, чувствуется поддержка предпринимателей. То есть, в принципе, за прошедший год совершенствовалась и ваша работа? Конечно. У нас, сказать, как институт вообще молодой, он, в принципе, начал шагать вот в 2013 году по России, как бы вот, и с конца вот 2013 года мы, в принципе, работу так уже более начали в 2014 году, вот, поэтому сроки такие небольшие. Выстраивать вот доверие именно между органами исполнительной власти и бизнесом, конечно, вот на первом этапе тяжеловато. Вот предприниматели такую позицию некоторые занимают, ну, нейтральную, как бы вот, и поэтому здесь выводить их, чтобы люди озвучивали проблемы, обозначили. Несколько советов мы создали, это приуполномоченным у нас общественный совет по защите прав предпринимателей, в который включены все предприниматели, ну, ведущие, которые, например, занимают свои позиции там в районах. Вот, мы этот общественный совет проводим там регулярно раз в три месяца, где люди собирают полностью деловую информацию с отраслей, со своих районов и выкладывают нам, мы обсуждаем, ищем пути решения, вот, пишем рекомендации нашим главам муниципальных районов, находим понимание там среди них. Вот, и вот в этом плане у нас работает наш приоритет, как бы вот здесь находить понимание органов исполнительной власти, чтобы они были более, так сказать, лояльны к бизнесу, обществу и никаких препятствий не создавали для занятия и развития бизнеса в республике. С какими жалобами чаще всего обращаются к вам предприниматели и как выявляются факты нарушения их прав? У нас вот по 2015 году, в принципе, и по 2014 году такая тенденция идет, это земельные вопросы, имущественные вопросы, вот, кадастровая оценка земли у нас, вот, прям, 2015 год, у нас бурлит вся информация, вот, в связи с тем, что кадастровую оценку земли приподняли у нас, и наступил период уплаты налогов, и люди начали получать эти квитанции, которые завышенные. Вот у нас, если брать в разрезе муниципальных районов, здесь у нас, конечно, столица в связи с тем, что ставки процентные по уплате налогов остались, а кадастровая оценка земли увеличилась в несколько раз, до восьми раз, вот, мы высчитывали в некоторых районах до восьми раз. Представьте, какие сразу пришли, так сказать, начисления, чтобы предприниматели начали платить. Мы в эту работу сразу же включились, у нас было массовое обращение здесь, вот, и, значит, вместо того, чтобы мы, конечно, вступили в контакт с органами муниципальной власти города Черкеска, и нашли понимание здесь. Мы мгновенно, буквально в течение месяца, эту ставку привели в условиях рыночные, вот, и на некоторые виды недвижимости, то есть и земель того или иного пользования мы здесь, ну, приравняли, в принципе, к прежним ставкам. Вот, у нас этот шестнадцатый год, в принципе, начался вот с таких проблем, которые к нам поступили в пятнадцатом году. Разрешительная документация, это тоже на первом месте, это необоснованные, немотивированные отказы с объектом предпринимательской деятельности. То есть человек хочет установить, например, объект нестационарной торговли, сталкивается с волокитой в плане разрешительной документации. Вот, мы сегодня на уровне региональной власти добились того, что во всех муниципальных районах, а они ранее отсутствовали вообще, это размещение схем нестационарной торговли публично на сайтах. То есть раньше этого не было вообще. Начали исходить из столицы, в столице первые приняли вот эту схему. По налоговым проверкам у нас, конечно, тоже вот информация поступает, у нас есть обращение. Вот, здесь мы тоже работу ведем. У нас налоговый орган так, у них такие полномочия, что они могут делать и плановые проверки, и неплановые проверки. Вот, поэтому в части плановых проверок здесь прокуратура регистрирует и разрешает тем или иным контролирующим организациям доступ к проверке, к примеру. А вот неплановые проверки, у них там свои критерии, они могут к предпринимателю прийти. Мы здесь оказываем, конечно, правовую помощь. И, как правило, здесь, конечно, и проверки более деликатны с нашим участием проходят, и более спокойно, и более обоснованно. Согласно вашему докладу, в 2015 году число индивидуальных предпринимателей уменьшилось, а число юридических лиц, наоборот, увеличилось. Вот с чем это связано? Здесь нельзя вот однозначно так сказать. Сегодня предпринимателей меньше становятся, завтра юридических лиц. В этом году просто такая динамика так показала. Если брать 2014 год, там совершенно, ну, наоборот. Главное вот для нашей республики, что мы, начиная вот с 2012-2013 года, у нас такая была отрицательная динамика. В плане количественного эквивалента юридических лиц и предпринимателей. Сегодня, в 2015 году, такая динамика замедлилась, даже, можно сказать, приостановилась. Мое мнение такое, что сегодня именно остались те предприниматели, сегодня остались именно те юридические лица, которые именно занимаются деятельностью, занимаются бизнесом, которые движутся вперед и так далее. Поэтому наша задача их сегодня сохранить, уберечь и, соответственно, чтобы они росли и развивались на благо республики. В последнее время в Карачаево-Черкесии многое делается для улучшения инвестиционного климата, для создания благоприятных условий для инвесторов. А в целом, какие меры государственной поддержки на уровне региона оказываются предпринимателям? Сегодня, уже который год, меры государственной поддержки субъектно-предпринимательской деятельности оказываются следующие. Министерство экономического развития занимается у нас этим. И у них из года в год была программа по субсидированию первого взноса, по уплате, если человек берет в лизинг оборудование, торговое оборудование и так далее. Министерство экономического развития наше уплачивает первый взнос. То есть это безвозвездная помощь, то есть это до одного миллиона рублей. И на протяжении последних лет эта программа работала. Работала она, с моей точки зрения, успешно. Многие предприятия и предприниматели, в том числе, получили поддержку. На сегодня у них программа, тоже у них действие, знаете, как ограничено очень. У них там нет десяток программ, нету там много программ. У них вот, к сожалению, так устроено, что одна программа в год, они по субсидированию бизнеса, как бы, включаются. На этот год у них программа, это по уплате процентных ставок. Это те предприниматели, которые в банке взяли кредиты, незначительную часть они будут субсидировать по уплате процентных ставок от банка. Если брать по министерству сельского хозяйства, это, конечно, там и начинающий фермер, и для развития фермерских подсобных хозяйств много тоже программ таких. Но самая главная программа для бизнеса, вот мы с предпринимателями общаемся, это не субсидия, не какая-то финансовая поддержка. Это программа не беспокоить. То есть бизнес не трогать, чтобы бизнес развивался спокойно. Не мешать. Да, не мешать. Вот это, наверное, мы вот опрос делали, и, наверное, это вот прейтинг, и самый первый ответ такой. Просто нам не мешайте, не беспокойте нас, мы сами будем развиваться вперед, и вы эффект увидите. Каковы основные задачи уполномоченного по защите прав предпринимателей в Карачево-Черкесской республике на текущий период? Сегодня у нас приоритет не меняется. Наша задача, что в 2016 году ни один предприниматель, чтобы его права были не нарушены. Сегодня мы четко понимаем, что ту среду, которую мы создаем, те чиновники, власть, которая создает сегодня среду для занятия бизнесом, это все инвестиции в будущее. То есть как сегодня бизнес зарекомендует, как ему будет интересно на нашей территории развиваться, завтра зависит наше будущее. Сергей Геннадьевич, спасибо, что нашли время, ответили на наши вопросы. Всего вам доброго и успехов в вашей нелегкой, но очень важной и нужной для людей работе. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok